Всем привет! С вами Лёля, не накрашенная, не расчесанная, зато только что вернувшаяся из Прилог, ездила туда и покататься, и немножко погулять, и мороженку сожрать, и вообще продуктов купить. Вообще тупо ехала с расчетом, что там один государственный магазин, в котором хлеб по определенным дням, и работает он по определенным часам, где мыло хозяйственное, и вообще практически, наверное, ничего. И второй магазин коммерческий, где примерно немножко чего-то есть, можно купить колбаски, можно купить сырка, печенка какого-нибудь, хлебушка, и, возможно, даже молока или воды, и все. Ну, так как я была в таком плане, в плане похода магазин лет пять назад, если не шесть, еще при бабушке, ездила еще на своем прежнем велосипеде, который вообще мамин, и который уже благодаря одному родственнику давно не жилец, ну, как бы просто шины нет, ну, не знаю, может быть, он уже за два года его разобрал на запчете. Короче, оказалось, что магазин теперь один, государственный, называется он гастроном. Записалась у меня там и на экшен, и на просто фотик, и оба у меня разрядились, и в итоге я пишу вот сейчас на этот, на вебку через Мовави, и на ноутбуке. Короче говоря, даже записалась немножко, не знаю, как выйдет, потом уже на монтаже посмотрю. Использовала Соньку, просто вот свой этот фотоаппарат, цифровик, роли экшен, ставила ее на штатив, на крепление для велосипеда на руле, и ехала уже вот тут прилуг до, по-моему, перекрестка на Масеевская, прямо в Углич, и прямо на лево, на лево Масеевская, направо наша предыдущая деревня, Бабушкина, Родовая, Дедушкина, в общем, Хамина-Степанова. Короче говоря, ну, Родовая, где они родились, естественно, у меня частично там позаписывалось и туда, и сюда, и, в общем, магазинчик, который государственный работает, там ремонт сделали, этот меценат, который вкладывался и в памятник, и в церковь, и во все, что можно, и площадка там детская, где, кстати, на строительстве, по легенде, наши соседи, которые на днях съехали на Помаже Возвиженское, работали на стройке, ну, как бы работали строителями, да, и, в общем, там когда-то была библиотека, еще что-то, и остался, кажется, только клуб, что-то по типу, не знаю, администрация, не администрация, это Прилудская, и магазин, у магазина такая лесенка, еще там наверх, наверное, вход, я не знаю, не поднималась на второй этаж, что там такое, но магазин даже принимает карты, ну, как мне сказали, продавщица, там вообще нету у них еще банкомата, и я подозреваю, что где-то там все-таки должна быть еще почта, может быть, на втором этаже, дом это сам по себе такой небольшой, но я там его засняла и на телефон, и на камеру, и на экшен поснимала, и позаписывала, так что потом это отдельным роликом, вот, а тут я решила обозреть то, что я купила, вообще, так как я рассчитывала на хлеб, колбасу и печенье, типа, юбилейного, то и в результате, увидев такое разнообразие, я, конечно, не купила печенье юбилейного, думаю, вернуться, может, ну, ладно, в принципе, купила пирожное, короче, там можно и, ну, как, магазин такой напоминает, то, что раньше было на Левом берегу, когда я с Женькой еще общалась, до того, как у них в этом году, в начале года построилась пятерка, там был такой магазин, там можно было и шампунь купить, и подарок кому-то выбрать, да, там этот, и гель для душа, и тут, короче, так же, есть и мышки для мусора, есть и селедочка, и колбаска, и сосиски, и всякие разные пироженки, и шоколадки по 65 рублей, этот Оупенгольд, ну, я знаю, что он в пятерках магазинах, то по 50, то по скидке, то хрен знает почем, даже по 70 я видела в одном магазине, у нас там вроде как в цветочном, ну, хрен знает, сколько он стоит, в общем, не знаю, насколько дороже это все, насколько дешевле, у меня как бы в кошельке остался чек, ну, и все это мне, по-моему, вышло на 382 рубля, да, и, конечно, тут, ну, вот такой вот чек, где-то-то-то, сфокусируется, не сфокусируется, видится, не видится, ну, вот, допустим, в том же самом Ермолина точно так же печатают, там, количество отдел, количество отдел или что-то такое, и не видно, вот, что это такое, там, колбаса это или еще что-то, и с чем его едят, в общем, тут у нас количество, а, это 2 по 25, хлеб, в общем, тут дороже получается на 2-3 рубля, я так поняла, что весь хлеб по 25, потому что черный я покупала, он, ну, я хотела, спросила половинку, половинку они сказали, в общем, я купила буханку, батон подмосковный, и, в общем, там можно было бутербродный или подмосковный, я так понимаю, наверное, там цена на все одна, на весь хлеб, в общем, хлеб по 25. Потом, пакетик я купила 5 рублей, такой же, как в городе, в принципе, точно так же можно за 5 рублей купить маечку, вот, в подобных магазинах, так же у нас в Тверском, допустим, можно все точно купить маечку, блин, у нас в Тверском уже, видимо, вжилась в эту роль, что я живу в другом теперь районе, правда, все никак не зайдет, что можно как-то выйти из дома и посидеть на лавочке, даже уже подъезда или еще где-нибудь, как-нибудь принаглею и выйду и посидеть, вот там на качельке за домом, ну, как раз в ту половину, когда дети и студенты на учебе, скажем так, а люди в основном на работе, те, которые не фрилансеры и тому подобное. Так, потом количество, что я покупала, я там покупала какие-то пироженки, ну, в общем, что-то по 84 и что-то за 35, возможно, это трубочки были, потому что я потом покупала трубочки, пироженки, пироженки, удивительно, трубочки дороже получились, чем пироженки. Колбаса 138, вообще там я такую, я запомнила просто название, мне в этой фортуне у нас как-то, правда, грубовато немножко ответила продавщица, ну, обычно как-то я спрашивала, посоветовать колбасу какую-то на её усмотрение, она нормально делала, а тут, значит, она как-то грубовато ответила, типа, не знаю, что у неё лично ко мне было, или её кто-то укусил с утра какой-нибудь злобный дух, сердитый, ну, в общем, в итоге она мне взвесила колбасы, которую название сейчас как раз, наверное, ну, название там есть на колбасе, как раз вот, когда буду обозревать, в смысле, показываю продукты и скажу. В общем, она там по 300 рублей килограмм, наверное, дороже, чем в цветочном, я не знаю, сколько она вообще так бы стоит, ну, вышла она мне на 138, я просила, правда, у неё грамм 200-250-300, ну, мне кажется, она там больше, чем 300 грамм взвесила, хотя хз, ну, 300-300-300, да, да, больше, чем, потому что 138 плюс 138, это будет у нас 276, и там уже совсем чуть-чуть остаётся, я думаю, там где-нибудь грамм 400 получилось, потом П и Т 312. А, под итог, я её как раз спросила, сколько у меня тогда вышло, она сказала, что на 312, ну, на 300 типа того, что, так как карты принимали, но у меня на речке оказалось больше, чем на карте, я даже не ожидала, что у меня косарь в кошельке, так сказать, в общем, я потом попросила кефирчик и мороженку. И вот что удивительно, кефирчик 45 рублей, такую баночку можно купить максимум за 32-35, так что кефирчик тут, ну, на десятку, грубо говоря, дороже. Мороженое, она там спросила, какой-нибудь пломбир, она сказала, что есть, говорит, филёвский, а есть обычный. Ну, насколько я помню, что филёвский, что обычный, некоторые вот эти, краситель там или какой-нибудь ел, он и там, и там есть. Иногда и в филёвском какое-нибудь масло не того сорта бывает. И я сказала, обычный, и, в общем, в принципе, обычный, по-моему, это 25 и у нас где-то так примерно та же цена стоит. Всё это вот мне вышло на 382 рубля. Тут, конечно, всё без копеек, всё округляется. Бабуся бы моя, наверное, повозникала на этот счёт, ибо она была, как бы, продавцом, в общем, 4-го, 0-9-го, 2018-го, в 13-57 я отдала свои 500 рублей, получила сдачу 118, но на самом деле я ей там 2 рубля выдала, и она мне отдала 120. 502 рубля я ей отдала, она мне 100 рублей сдачи выдала, и это 382 у меня вся покупка. Мороженое, конечно, уже захамячила, но её этикеточку, упаковочку, как бы, там была возможность, в принципе, выкинуть мусор, но одна, я надеюсь, что мне на камере этого записалось, потому что на фотике я, по-моему, не фоткала, ну, в смысле, на телефон или так отдельно. Там до сих пор это мусорка, значит, пластик или что-то такое, пластик, стекло и не разобранное, не переработанное, как, короче, несортируемый мусор. И, насколько мне известно, ну, я думаю так вообще, по-моему, там вообще есть какая-то там база, в Прилуках ни разу не была на этой базе, я же не представляю, в какой это на степи, если Света, там, Прилуцкая девочка, вдруг будет в эти выходные здесь, или получится как-то с ней в сентябре вот пересечься, то я бы, может, как-то у неё узнала, где-то всё находится, ну, и, может, выходные или так ещё, как мне съезжу, просто прокатиться, потому что в одном месте я забыла, это всё время забываю, название речки с вороном, с птичкой название, короче, как-то с Вяном, может, даже не с Вяном, а мои ассоциации такие странные, всех знают, ну, и, по крайней мере, большинство знают моей странной ассоциации, в общем, может, просто проедусь туда, прокачусь, потому что пять лет назад, когда я там ездила, ну, в ту сторону я не поехала, но когда ехала по кругу, там ещё, дорога ещё не настолько была асфальтированная, то бишь, частично так и стройка какая-то шла, и куда-то в одно место я просто не рискнула ехать, но у меня тут как бы продукты были, и то всё, ещё было довольно, ну, не то чтобы жарко, но, в общем, надо было всё-таки панаму надеть, не на голову, потому что у меня по приезду образовалась мигрень. Сейчас там всё такое заасфальтированное, в общем, у них есть даже Wi-Fi, правда, на компьютерах телефон там так же фигово ловит, интернета там так же нет, даже ещё хуже нет и интернета, чем здесь, хотя я тут уже несколько дней без интернета, мне даже подружка уже звонила на мобильный, не знает, где меня чёрт носит, почему я в сеть не выхожу, что случилось. Короче, в общем, как-нибудь туда съезжу просто прокатиться, почему там принимают карты. Мне сказали, что можете карты, но у меня, говорю, на карте, к сожалению, меньше, чем в наличии, и я потом думаю, может, туда просто доехать уже картой, оплатить пару мороженок. Короче, в общем, сейчас бумажка от мороженого. Бумажка, ой, бумажка, не падай, бумажка от мороженого. Это у нас с шоколадной крошкой мороженого с заменителем молочного жира. А я-то думала, ну, это без заменителя молочного жира, какой-то фанат, антифанат заменителя молочного жира, потом в комментах, возможно, будут переживать, что я такое съела. Ванильная шоколадная крошка с вафельным стаканчиком от Деда Мороза. Мороженое от Деда Мороза в вафельный стаканчик. Вот такое вот, 25 рублей. Вообще, я что-то думала, что это типа ноты Му Рыбинская, потому что, ну, как-то мне похоже показалось, как вот так вот. Обложка, бумажка. Но, вот так, к сожалению, оказалось оно с чем-то иным. С молочным жиром. Точнее, с заменителем молочного жира. Рафинап. Так, рафинап в смеси. А, нет, или... В общем, не смогу, наверное, тут прочитать. У меня порвалось оно именно так, как порвалось. Рафинированные, дезитарированные растительные масла. Чего-то ещё, чего-то ещё. Ну, уж какое случилось. В принципе, неплохое такое мороженое было. В общем, если вы хотите купить филёвский бломбир, то платите 50 рублей. А если вот такой, то 25 рублей. 70 грамм. Я так понимаю, и в том, в другом 70 грамм. В общем, хлеб, естественно, углический. Какой бы ещё он был. Углич, хлеб. Печём для вас, печёмся о вас. Тогда он у нас. Он сегодняшний, кстати. Я ещё когда увидела, что там такое разнообразие всего. Вообще полные прилавки. Я скажу, ой, у нас же сколько. Тут всего у вас была последний раз 5 лет назад. Я говорю, да это, говорит, ещё мало. Это, говорит, ещё немного. Значит, у них там ещё дофига бывает. Ну, кстати, маргарин, он тут продукт пищеварный. Подмосковный в упаковке батон. Балкин, подмосковный. Но он мягкий, кстати. Ну, сегодняшний мягкий. Хлебушка у меня есть теперь. Как бы у меня немножко было ещё белого хлебушка, но вот что-то как-то надо будет. В крайнем случае с тють Валей поделюсь или с тюрьмиком. Тот у нас тоже сегодняшний, но он не такой мягкий. Хлеб украинский новый. Ну, обычный чёрный хлеб. Чё тут у нас? Наполовину состав замазан, нифига не видно. Но он нормальный состав тут. Так вот. Хлеб по 25 рублей. Три продукта по 25 рублей. Мороженое и два хлеба. Трубочки, которые дофига дорогие. Ну, может, потому что они всё-таки потяжелее. Тут четыре трубочки с варёной сгущёнкой. Кто их делает, я не знаю. Так. Ну, вообще, эти упаковочки, эти коробочки вот со всеми пироженками были, выглядели похоже, как вот у нас фортуну привозят. Так, вот как. Вот так, наверное. Чёмок трубочки. Обычный пакетик. Чё тут у нас? Я думала, тут факт, а тут написано да. Да. Крепкий пакет. Выдержит 50 килограммов. Я в подобном пакете несла как-то арбуз на почти 10 килограммов. Он, конечно, выдержал, но потом как-то он недолго жил. Вот тут у меня такие пироженки заварные. Вот они за 35 рублей, они вышли. Я думала, что там какая-то начинка, но, как мы поняли, с ней продавщица профессиональная, сейчас почитаю состав, говорит, вроде как нет никакой начинки, они просто чем-то таким вот покрыты, типа белой такой глазурью. И колбаса. Так, у меня там ничего нету. А, у меня же там ещё кефир есть. У меня же там ещё кефир есть. В общем, вот кефир, который 45 рублей кефир, не поверите. В Угличе можно за 38 литровый купить, а такой от силы рублей 30 стоит. В общем, кефир сделан 31 августа и 9 сентября сроком годности. 3,2% жирности, 500 грамм, я его уже попила по дороге на перекрёстке, как раз вот от прилуг, где автобус у нас останавливается. Ну и, короче, что хочу сказать. Что хочу сказать. Хорошо, что у него есть крышечка. Мне раньше казалось, ну или раньше так и продавалось иногда, что где-то вот с крышечкой чуть дороже. Короче, обычный кефир. Ну люди, в селе 50 коров, как мне сказала Света. И, короче говоря, ну как бы деревня. И вот деревня продают то, что как бы люди сами могут подоить. И своих коров достать. То бишь кефир, там немножко молока я видела. Ну майонез, ладно, по-моему, даже немножко сметаны было. Масло сливочное. В общем, как бы с одной стороны там цивилизация такая, как продавщица сказала, что она дошла цивилизация. А с другой стороны, ну не то, чтобы деревни умирают. Ну как так вот? Вы в селе. У вас там 50 коров. Ладно, они может быть государственные. Ну как бы там, ну ладно, не одну корову на два дома. Ну хотя бы там пару коров на улицу. Пару коров на четыре дома. Да, кстати, там чайную снесли. Бабушка говорила, что ну деревянный такой домик был, что там наливали чай, квас, что-то такое. В общем, чайной нет. Деревянный. Какой-то дом деревянный давно не живой существует. А вот чайную, ну могли бы как-то реставрировать, сделали бы тот же музей какой-нибудь, не знаю, ну что-то такое вот. Как-то печально. Печально. И в общем, ну вот колбаса. Колбаса докторская по-старо-дворски. Колбаса варёная докторская по-старо-дворски. В общем, вот такую колбасу мне тогда советовала вешала продавщица. Ну тут, конечно, в два раза больше, чем мне тогда взвесили. Не знаю, как вот. У меня рука не в весы всё-таки. А весы на 5 кг выдерживаю ещё. У меня остались дома в Угличе, как бы сюда не привозились. Но я сейчас думаю себе сделать бутербродик и кота угостить. В общем, вот так вот можно, в принципе, приехать в Прилуке и погулять. И закупиться. Не знаю, ведь мне попалась машина, заворачивала в сторону, в общем, от Углича, в сторону, как он там, Хамина-Степанова. Но я думаю, наверное, они ездят не в Прилуке всё-таки закупаться, а в Угличе, наверное, не то чтобы ближе, намного дальше получается, но, наверное, как-то туда удобнее. Потому что, насколько мне известно, в Хамина-Степаново магазина-то нету. В общем, вот такой у меня обзор на камеру. Всем спасибо, всем пока!